привет друзья это таран сегодня опять у нас захват экрана короче нет времени вообще сидим монтажем корпораты новогодние в общем смотрите я быстренько я для меня честно стало открытием сижу в туалете смотрю телефон блядь ну каждая новость за новостью на ю тубе что не видос от каких-то там обзорщиков распаковщиков и операторов всяких западных все говорят про новый ранин ранин с ранин с друзья ранин с это просто ранин с вы знаете самое что интересно диджаю вот джедаем понадобилось больше двух лет чтобы понять что рынку нужно что-то что-то вот маленькая и недорогое собственно говоря чем вот диджай в свое время и являлся да он делал маленькие и недорогие альтернативы там для чего-то больше дорогого та же самая история была и с ранином в большим ранин m выпустили они сидят думают бля чуваки надо выпустить что-нибудь подешевле как-то хуёво у нас продажи идут внизах и там постепенно постепенно низы начинает заполнять там жайн зиюн зиюн похуй как-нибудь там появилась какая-то моза хуё за там но вакам о вакам какие-то там индусы подтянулись блять все они просто начали терять рынок но поскольку специалисты ранин все-таки вы знаете я не скажу что они прям кинушники какие-то ебучие нет люди знают прекрасно вот эту схему двуручного стабилизатора они прекрасно знают что двуручный стабилизатор на работает гораздо лучше одноручного каким бы он удобным маленьким и легким не был двуручный стабилизатор это всегда плавность это всегда четкость это всегда полный контроль над подвесом всегда ребят и чем шире у вас стоят руки тем четче вы контролируете свой этот вонючий подвес вот это вот просто гарантия инженеры это знали поэтому они выпустили ранин м то есть м это не значит мудак да или там мазафака нет м это значит мужской туалет нет ну м это наверно смол да вот маленький или серого мобильный мобилити там удобство я не знаю там что такое но факт есть фактом в принципе м для тех людей которые пользуются именно продукции диджай да вот для фанатов диджай диджай в свою очередь это такой знаете своеобразный apple у нас вот только такой азиатский вот ну он им стал или они так хотят думать ну или фанаты их так хотят думать да вот они это все прекрасно знали и для них вот м к она стала именно вот тем вот самым хитом потому что большой как бы ранен он остался именно вот в сегменте от именно больших камер до мало людей их покупает потому что в принципе вещь бессмысленная мало кто у нас обладает тяжелыми камерами такими как fs7 или red там любого до любой динаминации как бы в основном это все прокат и как бы вот именно это устройство мне кажется набрали именно прокатчики до под себя ну вот чтобы сдавать собственно говоря людям вот это прокатчиком продавать оборудование прокатчиком это не такой большой бизнес и он как бы далеко как или talocco понятно что далеко на этом не уедешь правильно правильно вот поэтому они раздупляли и раздупляли и по прошествии там трех или четырех лет вот они у нас вот и раздупили вот такое вот замечательное устройство сказать что они произвели фурор нет нельзя ни для кого это ни фурор ни для кого это не стало каким-то откровением или революция и даже эволюции там эволюции там устройств gi Нет, потому что все, кто хотел себе купить одноручный стабилизатор, легкий, для какой-то недорогой бомбежки, либо для каких-то путешествий, они уже купили, причем они уже купили, как я, успели уже купить их 3, а то и 4 поколения. И более мне непонятна причина появления Ранин-С после объявления выхода, блять, Зьюн Крейн 2, мне это непонятно, неужели не работает азиатский знаменитый шпионаж, да, в сфере изготовления каких-то продуктов. И тем более, как бы, цена, скорее всего, будет на него гораздо выше, чем у того же самого Зьюна, да, Жьюна, Жуйна, Жайна, похуй, Крана. Вот, ну, поэтому, как бы, для меня, с одной стороны, это явилось новостью, как бы, хорошей новостью, потому что я не скажу, что я фанат марки, да, но у меня было несколько поколений квадрокоптеров, у нас у друзей есть там вот эти вот, вот это такая херобора, если честно, Осма, еще там один у нас психопат пользуется их, привет, штукой для телефона, вот. Вот, ну, я не скажу, что я фанат прям, да, ну, для меня это была приятная новость, но, с другой стороны, когда я увидел первую картинку, мне это что-то напомнило. Вот, вы знаете, вот, они выставляют нам вот эту именно часть, какую-то революцию, да, давайте я сделаю поближе. Вот, именно, знаете, что они преподносят как революцию? Вот, именно вот это искривление оси, это у нас ось Y, да, как я понимаю, ось Z, ось X, ось Y, да, давайте, да, это ось Y, ось Y. Короче, похуй, не важно, забейте вообще. Вот, они нам это представляют как некую революцию, мол, типа, смотрите, видно экран, но мы-то с вами знаем, зачем это делается, да, тупо высвобождается место для того, чтобы вы могли какой-то более-менее тяжелый объектив, да, с большим хоботом выдвинуть назад, чтобы просто сбалансировать устройство, при этом не прибегая к помощи именно каких-то мощных моторов, которые потреблять будут больше электричества, которые будут больше весить, которые будут просто дороже. Вот для чего это делается. Это не делается для вашего удобства там, ребята, это не делается там, чтобы вы могли смотреть в экран. Вы знаете, практика показывает, я больше четырех лет пользуюсь всякими вот такими вот штуками электрическими, да, трехосевыми подвесами. Я пользуюсь ими еще с момента выхода подвесов для квадрокоптеров, просто я их в свое время покупал, делал, приделал к ним ручки, да, и бегал с ними как бы. Ну, это был цирк, конечно, кромешный, но выглядело это страшно, да, но я добивался своих результатов. Вот с тех пор, как бы люди, которые постоянно снимают подвесами, они научились смотреть в экран так, что им достаточно там 15% видимости, чтобы кадрировать сцену. Тем более, если ты что-то делаешь из-за дня в день, из субботы в субботу, там одно и то же, то, в принципе, я в последнее время даже могу не смотреть в экран, потому что я знаю там фокусные 16-35 или 10-18, да, я знаю, куда я его направляю, я знаю примерно охват, я примерно знаю места, где мы работаем. То есть, для этого не нужно. Вот для чего действительно это полезная вещь, так это лишь для того, что мы можем повесить туда, допустим, 24-70 G-Master. Все знают, что он большой, он тяжелый, он полтора килограмма в месяц, с вытянутым хоботом стабилизировать его на каком-либо подвесе, ну, кроме, опять-таки, ранин М, очень сложно. Даже на втором у нас Зиуни, Жайне, похер там, чем, вот. И, как бы, вот для этих вещей, то есть, он там стабилизируется, да, но опять-таки, мы возвращаемся к нашим баранам, у нас камера упирается вот в этот задний мотор, вот этот вот восевой упор этот, и, то есть, вся прелесть именно подвеса такого нивелируется, и первые мысли, которые приходят в голову в такой момент, да, блядь, а не купить, мне все-таки ранин. Вот, и поэтому вот такие вот плохие мысли посещают, и они, мало того, они, скорее всего, будут материализованы, потому что ранин дешевеет, 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 именно М-версия. Я все чаще-чаще подумываю о покупке именно ранина, но не такого, а большого. Здесь мы сейчас говорим именно вот про это. Вот, ну и первый взгляд, да, смотрите, прям, ну, революцию, чуваки, разработана для DSLR. DSLR, боже мой, кто в наше время вообще, ну, DSLR, это понятие вообще, это, ну, это просто пиздец, ну, вот этот архаизм, пентапризма, поднимающаяся в затвор, ну, это пиздец, для чего вы это пишете вообще? Да сделайте вы надпись, там, разработана для видеографов, для видеопроизводителей, да, видеомейкерс, блядь, for video artists, я не знаю, напишите. Зачем вы пишете? Когда читает какой-нибудь современный подросток, блядь, вот это вот, и он думает, блядь, какой DSLR, блядь, это мой папа еще снимал на DSLR, блядь. Вы о чем вообще, диджай, вы что там, джедай? Комбинис, Advanced Stabilization, Precision Control, Manual Focus Control, Комбинис Компакт, Single Handle Form Factor, то есть вот это вот чушь, которая на самом деле, ребят, это неудобство. Вот, это хуня, я потом запишу целый отдельный, будет большой у меня пост, и я вам покажу, что двуручные стабилизаторы, стабилизаторы с рамкой в кольце, это гораздо лучше, гораздо лучше, чем держать его в руках, даже на монополе, все это херно. Вот, ну, естественно, с Run-N-S производители могут снимать, ну, короче, свобода съемок там, все вот, как будто бы мы до этого этого не знали, тем более, учитывая, что вот это все они пишут людям, у которых, скорее всего, уже их два или три штуки лежат, как у меня, вот там вот, да, и они вот теперь мне пытаются убедить, что вот это именно та вещь, которую мне нужно купить. Вот, ну, и первое же в глаза бросается, вот этот вот, блядь, и вы меня простите за маты, ребят, я пытаюсь в этом году уже с матами, ну, это просто пиздец. Зачем вам нужен follow-focus век отлично фокусирующихся камер, век, в тот век, когда все знают прекрасно, что камера, даже которая не фокусится, достаточно зажать дырку там до девяти и наслаждаться просто съемкой. Зачем вот это вот? Я не представляю себе крутить эту херню на бегу или на весу, крутить эту херню и смотреть в экранчик размером со спичечный горобок. Ну, это как? Это что? Зачем? Для чего? Зачем вы удорожаете модель? На хера? Блядь, мне это непонятно было именно во втором крене, Жуйни, Жанни, Зиюни, похер. Мне это непонятно здесь. Если будет возможность отказываться от этой хероборы, конечно, я буду отказываться. Это не нужно. Тем более, если вы будете пользоваться каким-то объектом с длинным хоботом, с тугим кольцом фокусировки, вот этот DJI Focus, скорее всего, будет работать ну, стрёмненько, ну, стремновастенько. А цену эта херня будет удорожать нам баксов на 250, на 300 от того, как бы устройство бы стоило, да? Но, тем не менее, приподнесли они это так, экран этот, на хера он нужен, экран? Вы вот ловили себя на мысли, если вы, допустим, пользователь там крейнов первых, да, кранов, Зиюнов, Жиюнов, похуй. Вот вы ловили себя на мысли, нужен вам экран, в который вы во время бега там за невестой с женихом или во время съемки там кортежа автомобильного там на моноподе. Вот вы бы смотрели в экран, часто вы хотите смотреть, если вы и так знаете, какой режим работы у вас сейчас включен, зачем он нужен, зачем эти удорожания, зачем этот лишний расход батареи. Блядь, для меня это непонятно, ребят, честное слово. Второй момент, с этим мы уже разобрались, да? Второй момент, я обратил внимание на очень высокую вот эту вот ось. Я понимаю, здесь у нас двигающая тележка, мы можем двигать камеру, да, для настройки именно длиннохоботных объективов. Ну, почему она такая высокая, для чего? Ну, это же лишняя нагрузка, это лишняя развесовка для тех, кто когда-то на крейне, да, одевал, допустим, накамерный микрофон, легкий, какой-нибудь маленький, даже рот, вот этот вот, рот Майк Минни, да, вот, который пользуется блогерами. Вы прекрасно знаете, что балансировать такую камеру гораздо сложнее. Она потребляет гораздо больше электричества, да, у батареек, потому что камера постоянно у нас находится на грани вот баланса, сдерживания. Моторы держат этот микрофон. Они берут, делают здесь вот такую вот огромную площадку камерную. Я не понимаю, вот, ну, для фоллоу-фокус-системы, да, есть смысл. Ну, за хрена вам фоллоу-фокус-система, в принципе, на одноручном стабилизаторе любительского уровня. Ну, на самом деле, это же любительский уровень, друзья. Никто не будет снимать серьезные проекты вот на это. Никто, даже по-хорошему, на ранин на большой никто не будет снимать. Там есть устройства более продвинутые и устройства, более зарекомендовавшие себя, как именно устройства для какой-то серьезной работы, нежели вот эти вещи. Так что вот эта ось меня, на самом деле, побешивает, да. Потом я посмотрел на размер моторов. Я не знаю, может быть, там какие-то суперсовременные системы. Я так понимаю, в этих же бочонках находятся и контроллеры, которые у нас отвечают за положение в пространстве, да, гироскопы, там, какие-то позиционометры, там, которые, там, улавливая какие-то магнитные напряжения в атмосфере, да, позиционируют наше устройство. Вы посмотрите на их размер. Ну, это же маленький размерчик. Куда они засунули такие мощные моторы, что, по уверениям некоторых блогеров, вот эта херобора, она способна до 3 килограмм тянуть веса. И еще вызывает это один спорный момент. 3 килограмма веса, даже 3,5, зачем он нужен? Если он будет тянуть меньше вес, он не нужен тогда втройне. То есть, у нас, я опять-таки говорю, у нас есть Moza Air. Замечательно. С последней прошивкой Moza тянет уже, по-моему, 2,5 килограмма. Moza самая дешевая из этих устройств, она самая приличная и более-менее надежная из всего. Ну, кроме, конечно же, Крейна нашего любимого. Есть Крейн второй версии, который стремительно дешевеет. А с выходом именно вот этой вот херни он подешевеет и еще. Потому что Крейн будет навязчиво доказывать всему миру, что DJI вам нахуй не нужен, потому что это очень дорого. Ну, в принципе, вы получаете то же самое. Вот. И поэтому, как бы, вот такие вот моменты, они, ну, побешивают. Я еще раз повторю, если бы вот это устройство вышло 3 года назад или хотя бы 2 года назад, это был бы фурор. Они бы заняли нишу. Я вам, вот, вот просто я вам гарантирую, они бы заняли нужную нишу у себя. И сейчас у нас под ЗАГСами или там на съемках где-то в клубах каких-то коротких любительских фильмов, мы бы видели людей именно вот с Ronin S, а не с Zhiyun Crane. Вот так бы все оно и было. Но здесь DJI упустил свою нишу. Они слишком, слишком вот ворвались, да, вот именно вот это вот фурор Apple. Вот они почувствовали себя таким вот азиатским Apple, да, и вот это их и подвело на самом деле. Вот, дизайн, инновационная рама, там, ну, для нагрузки, там, новые какие-то моторы, там, да, осевые нагрузки выдерживают больше. Ну, в общем, все так разбыто. Эргономичный дизайн, да, если они вот это вот называют эргономичным дизайном, вы видели вот это вот? Если вот фронтально оно смотрится еще более-менее, то когда мы смотрим на него в разрезе, мы видим ебаный джойстик от пульта. Это же, блядь, джойстик от пульта. DJI, Phantom, Mavic, все, что это джойстик от пульта. Ну, на Mavic не такой, на Phantom не давайте. Phantom или Inspire, или пульт от Ronin, да, от большого, от M, там идет в комплекте такой пульт с двумя такими. Это же джойстик. Как вы представляете себе держать этот инструмент? Вот у вас палка, и вам мало того, у вас хват идет на большой палец, приходится нагрузка, чтобы удерживать всю вот эту конструкцию. Особенно, если там большая камера. Как вы будете крутить вот этот вот, блядь, джойстик, который, блядь, 50 сантиметров длиной? Ну, это пиздец. Зачем мы это сделаем? Зачем вот это? Вот. Я не понимаю. Вот здесь он смотрится нормально. Поэтому, скорее всего, больше всего фотографии идут именно вот в таких ракурсах. Вот. Ну, смотрите, что у нас дальше? Only one hand. Да никто не держит его одной рукой, ребят. Никто одноручный стабилизатор никогда не держит одной рукой. Все прекрасно знают. Да, есть какие-то моменты, ты можешь его поднять, либо опустить, перевернуть, либо вытащить там из машины, из окна. Да, но основная вся работа, вся плавность, она вся двуручная. И здесь у нас есть опять-таки косяк. Мы не возьмемся за эту хуйню двумя руками. Потому что вот эта вот дурацкая формовка, она подразумевает именно держание его в одной руке. Поэтому у нас вторая рука, она постоянно будет как под пистолетом. Мы будем или за кулак держаться тут, либо еще за что, либо за жопу там. Ну, конечно же, follow focus. Ну, куда же без него? Вот это вот интересная херня. На самом деле, вот это. Если они выпустят под него фрейм, да, вот эту раму, как они сделали на большом второго поколения ранине, это интересно. Если будет рама, если они сделают крепление, там, допустим, для какого-то кран-стрелки, если крепление, как они здесь пишут, вы можете там повесить его на баги, да, на радиоуправлении, снимать какие-то там с нижних углов проезды, там, пролеты. Да, это интересно. Это, да. Ну, друзья, это делают многие. Это делают даже более дешевые китайцы. Ну, в разы дешевле. И это работает уже давно и у всех. Вот это, кстати, херня торчит. Ну, это, блядь, просто пиздец. Ну, вот это вот что это? Ну, как тебе надо будет, ты будешь бежать. Вот представляешь, у тебя кисть разжата. Тебе надо держать, получается, будет как-то вот так. И, получается, тебе тут надо крутить эту, блядь, и вот это оно все будет на выпад рабом. Не, ну, это бред. Ну, почему там не сделать маленькую лепешечку, как они сделали 1-2 крэйн? Ну, почему не сделать? Зачем эта здоровая вот эта вот палка, блядь, которая лишний раз там при падении, или когда ты за что-то зацепишься, она сломается или выгонится. Я не понимаю. Ну, вот это контроль стекла, дистанционное управление, от Dual Hand System, ну, да, вот это вот, если хорошо, если они сделают. Почему бы им не продавать сразу это с Dual Hand, блядь? Ну, почему? Не делайте из него Runin-M. Пусть это будет Runin-S, но он будет выглядеть, как Runin-M, но он будет дешевле хотя бы в два раза. Пускай он стоит 40 тысяч рублей со всеми чпоксами. Его будут покупать те, кто еще не знает, но знают, что DJI – это азиатский гребаный Apple. Ну, почему так не делать, я не понимаю. Здесь, говорят, даже у них будет дополнительные слоты для беспроводных передачков. Вот это вот, кстати, интересная хрень. Это вспомогательная. Я не знаю, я не уверен. С такой высотой посадки я не уверен. Мне нравится второй Crane тем, что я могу на него с батручкой поставить 7S2 с 24-70 G-Master. Он работает, это работает. Мне нравится Moza, потому что Air последний, потому что я могу с ней сделать то же самое, и она будет работать. И сейчас еще появился еще один замечательный подвес, который тянет до 5 кг. Он уже идет как бы с двуручной системой, я про него расскажу немножко позже. Мне он очень нравится именно своей идеологией. То есть, они сделали вещь до 30 тысяч рублей, оснастили его всем. Мало того, там Алекс Мосовские стоят контроллеры. То есть, это нам говорит уже, что это будет работать мега охеренно и ровненько. Но вот это вот, конечно, это, я не знаю. Может быть, когда вы уложите там свой какой-то там очередной ранин или там Moza, да, и не пойдете покупать Moza, если DJI предложит вам хороший ценник, даже без вот этого дурацкого фоллоу-фокуса, может быть, вы купите его. Но зная DJI, зная его глючность, зная его сервис, блин, ну, ребят, это тяжко. Потом вот еще один есть момент такой интересный. Смотрите, вот здесь есть такая кнопка. Я обратил внимание, это кнопка выбора режимов работы. То есть, ну, вы знаете, да, по ZEUN. Раз нажал такой режим, два раза нажал такой режим, три раза нажал там режим селфи, один раз нажал. У тебя полностью свободный режим, управляй с пульта. У ZEUN, он находится в недосягаемом месте. Ты его не сможешь переключить случайно. Здесь же он у тебя находится, как курок под указательным пальцем, где вся нагрузка вот этой системы приходится именно вот на эту кнопку. Ну, это какой-то дичайший просчет. Вы скажете, что ты несешь, что ты там соображаешь. Блядь, друзья, ну, ну, дураку понятно. Если вы хоть раз снимали там ZEUN или Moza, да, вы знаете прекрасно, что вы держите его не за ручку, вы его держите под основание, блин, в любом случае. И вот здесь вот эта вещь, она сделана вот этот выход, да, вот такой он сделан не зря. Он сделан для удобства, чтобы вы перераспределяли нагрузки. И опять-таки вот этот хват, вот этот вот джойстик, это все нам будет здорово мешать. Конечно, вы привыкнете к нему со временем, да. Вы будете мастерски обращаться со всей этой хероборой. Но такой эргономичный, на мой взгляд, эргономический, да, просчет на старте, блядь. Ну, это как насрать в карму себе на старте, я не знаю. Слава богу, этот фоллоу-фокус снимается отсюда. Вот, там, я так понимаю, какие-то идут слоты для того, для сего. Режимы мягкости работы, это уже все есть во всех китайских стабилизаторах, блин, там, за 30 рублей, которые уже чуть ли не в Ашане продают. Так что, DJI, как бы, ничего нового ты не показал на самом деле, мазафака, да. Зачем ты это делаешь, я не понимаю. Давайте вот для сравнения посмотрим на ранин. Видите, хват. Но практика, вот, я как человек, который снимает постоянно на подвесе, вот, все время, практика показывает, что идеальная позиция, вот, идеальное положение камеры, именно, когда камера находится сверху. Все, у нас, как бы, больше нет, вот. Но ранин, меня, знаете, от покупки ранина до сих пор, вот, именно, отталкивает тот факт, именно от ранина М, до сих пор отталкивает именно, да что вы сыпете с сайта, DJI, ну, что с вами такое? Вот, меня отталкивает именно тот момент, что камера, вот, в момент вот такой съемки находится в перевернутом положении, да, и подвес вообще похож на какое-то, блядь, говно самодельное. Я, меня это отталкивает. Вы знаете, мой первый Зи Юн Крейн, да, он в этом положении выглядит, самодельно вот этой вот ручкой, там, с батареей дополнительной на ней, и экраном с рекордером, выглядит гораздо эротичнее, чем вот этот кусок камера. Ну, я не знаю, да, ну, да, хорошо, отлично. Ну, вот, вот эта вот херня должна была стоить, там, 40 тысяч рублей, да, на самом деле, вот это вот. И никто бы тогда не покупал эти одноручные стабы. А вот одноручные стабы тогда бы стоили 15-20 максимум. Ну, вот, видите, законодательный рынок, он у нас, как бы, пошел немножко не туда. Ну, и давайте посмотрим, вот, ну, такой вот гигантский, вот, просто гигантский. Я думаю, вот такой вот субтильный юноша, он своей спиной недолго сможет продержать эту херню, да, ему будет очень тяжело. Здесь все-таки люди нужны такие будут, покрепче чуть-чуть. Вот, ну, это, опять-таки, это здоровенные объективы, большие камеры, развесовка. Видите, вся прелесть именно развесовки. Камера сдвинута туда, у нас идет баланс объектива именно с камерой. Это не позволяли делать, как бы, одноручные стабилизаторы. Поэтому консумерская техника у нас, смотрите, они прям четко прям все подписали. Ранене здесь еще нет. Вот, поэтому они сместили эту ось, да, они изначально сделали нагрузку на подшипники здесь, мне кажется, именно на эту ось. Потому что она по диагонали, мне кажется, от этого она будет работать немножко меньше, да, чем предполагалось бы. Вот, ну вот, мы имеем то, что мы имеем. Вот, как-то так. Мое мнение, друзья. Если вы фанат DJI, ну, подкопите денег, подождите. Здесь, кстати, можно сделать заказ. И самое, знаете, что интересно? Я хочу зайти, кто не знает, стор, это не место, где продается тор, а это магазин. Я хочу зайти в магазин. Оказалось, что услуги официального магазина DJI недоступны на территории РФ. Получается, что все ребята, которые нам говорят, что они официалы DJI, они нам врут. Вот, и он нас перекидывает куда-то на Алиэкспресс, который просто молчит. Ну, и молчи себе дальше. А мы пойдем с вами купим. Крейн 2. Вот и все. Я надеюсь, что выход вот этого вот говнища подтолкнет у нас ZYUN. Он подтолкнет у нас MOZU. Он подтолкнет у нас остальные все фирмы, которые занимаются выпуском подобных вещей. И DJI начнет снижать цену. И в итоге мы получим более качественные, более хорошие, надежные продукты именно от конкурентов. И самое-самое главное, это, конечно же, падение цены. Ну, давайте я вам покажу ZYUN, который я хотел вам показать. Не ZYUN, а именно... Нет, не покажу, я его не сохранил. Я его нашел. И знаете, самое, что интересно, он уже есть в открытой продаже. Он продается, это устройство. Я про него расскажу немножко позже. В общем, как-то так, друзья. С вами был Таран. Спасибо за внимание. Ждите новых видосов. Подписывайтесь, ставьте лайки. Заходите в группу ВК. Заходите в группу... Заходите в группу в... В Телеграме. Вот. У нас тут даже есть где-то... Я ссылку даже где-то цеплял. Вот. Такая у нас группа. Она небольшая. У нас даже еще 500 человек в ней нет. Но я повторюсь, я пиарить ВК начал недавно только. Как бы... Все у нас еще впереди, друзья мои. Все. В общем, всем пока. До свидания. Алькев 9. Алькев 10.